Я хочу показать схватку, которую не будут перемантовать. Всегда хотелось выступать на высоком уровне, не потому что я отношу себя к нему, а лично. Хотелось потрогать высокий уровень, хотелось побороться с ним и проверить себя именно в таком, скажем так, режиме мясорубки. Если будем с операцией бросать, будем стараться сделать это красиво. Мне нравится воевать. Привет, Ают, ты в Старбаксе. Это твой режим питания и ты в предстоящем бою? Да, да, стараюсь поддерживать норму кофеина в крови. Мне нравится ее поддерживать здесь. Ну, все заметили, что ты выступаешь на ICB12. Да. Это, по сути, твой второй раз, когда ты выступаешь в дивизионе черных поясов и твой дебют в лиге ICB. Да. Всегда хотелось выступать на высоком уровне, не потому что я отношу себя к нему, а лично. Хотелось потрогать высокий уровень, хотелось побороться с ним и проверить себя именно в таком, скажем так, режиме мясорубки. Прямо сразу в бой в таком, да? Да, да, да. Ну и выступал как первый по черным поясам именно на ICB. ICB, да. Здесь получилось как, что на Европе у меня получилось выступить достаточно спонтанно это получилось. По времени мне удавалось вылететь в Польшу. Я заявился и получилось неплохо выступить, на мой взгляд. То есть была хорошая схватка с местным парнем. Он оказался достаточно известным. Скажу честно, я знал о нем немного. Я со стороны посмотрел, как он разминался. Посмотрел его первую встречу. Это самый неудобный вид оппонента. Длинноногий, сухой, с очень гибким гардом. То есть я понимал, что нужно будет очень много прессинга. И у меня в голове всегда акцент на завершение досрочно. И, в принципе, план сработал. Если говорить о подготовке, лично у меня получилось следующее. Когда я слишком сильно заморачивался, то есть обгородил подготовки какие-то, которые можно увидеть в каундауне видео UFC бойцов. То есть я когда очень сильно заморачивался, получалось не так хорошо. Сейчас я стараюсь делать так, чтобы мне было все в охотку, чтобы мне было все в радость. То есть я не перегружаюсь, потому что раньше была проблема с перегрузом. И, скажем так, стараюсь получать удовольствие от процесса. Естественно, я нагружаюсь, но нет какой-то замороченности излишней. То есть я себя морально угнетаю, убиваю. То, что сегодня я не доел 13 грамм белка. То есть вот этими вопросами. Или то, что у меня ВЦА сегодня не было и все это катастрофа. И какая-то техника не сработает на 13% из-за этого. То есть я больше ориентируюсь на единоборство, на технике, на борьбу и получение удовольствия. И я в прекрасном расположении духа. Я пережу твой вопрос. Я очень трезво смотрю на внешний мир, скажем так. Я понимаю, кто в этой схватке фаворит. Трезво оцениваю свой уровень. Трезво оцениваю его уровень. Прекрасно понимаю, кто в этой схватке андердог. И моя задача выйти на эту схватку и показать все, что у меня есть. У меня нет задачи создать какую-то видимость близости результата, сказав, что я этому парню проиграл только баллы. Это была только, скажем так, разминка перед борьбой с топами. То есть я хочу показать схватку, которую не будут перематывать. Выигрываю я или проигрываю. Я хочу, чтобы эту схватку смотрели. Мы не слишком извращенно относимся к понятию шоу. Это не значит, что я должен выйти и в Казахстане подраться с автобусом, правильно? Или закидать его жвачкой волосы, потому что у него волосы гуще, чем у меня. Нет, шоу – это чтобы зритель получал удовольствие от того, что я делаю. Выигрываю я или проигрываю. Чтобы он ушел домой и у него было приятно послевкусие. Чтобы он не рассказывал, что это самое нудное единоборство, которое я видел в жизни. Хорошо, давай о твоем противнике поговорим. Ну, наверняка знаешь, что хорошо. Я предполагаю, что черные пояса следят вообще за тем, что происходит в мире, смотрят схватки. Что можно сказать о своем сопернике? Какие его сильные стороны для себя выделить? Ну, вот именно с твоей точки зрения. Я думаю, что самое сильное оружие и то, чего стоит опасаться – это его закрытый ганг. То есть, я думаю, что нужно избегать попадания в закрытый ганг. Парень физически очень сильный. Он достаточно крупный для этого веса, потому что в пурпуру, в коричневую, он это изменяет память, он боролся в хэви. То есть, в принципе, он будет гонять вес, я гонять вес не буду. Я буду бороться для себя в естественном весе. Я думаю, что закрытый ганг, вот его бы я выделил. Какие-то слабые стороны выделять не буду. Все понимают, что борьба в стойке не является сильной стороной большинства зарубежных экспертов. То есть, в остальном они все, как говорится, well-rounded. То есть, у них и борьба сверху, и снизу она примерно на одинаково очень высоком уровне. Я буду ориентироваться на открывающиеся возможности, входить в размен, стараться навязать, скажем так, такой открытый бой. Не хочу такую затяжную тактическую, скажем так, схватку. Хочется зрителю показать яркую схватку. Если будем собираться и бросать, будем стараться делать это красиво. Какие бы ты схватки из предстоящего ивента хотел посмотреть? Ну, вот и как зритель. Самая интересная для меня схватка стилистически – это Изаки с Колозанцем. Боенца и Колозанц. Вот это для меня на этом турнире самая интересная схватка. Почему? Стилистически. Я знаю, как они оба борются. То есть, это два рубайки такие. Они с точки зрения матчмейкинга подходят для того, чтобы они зарубились. То есть, их игра, их характер потенциально может принести шоу. Знаешь, да? Три титульных боя. Да. В Товске. Есть ли шансы у претендентов и какие? Я думаю, что в схватке, где представлены братья Миао, этих шансов критически мало. Особенно в ГИ. То есть, я думаю, что мало. И мне сложно представить, что в Ардзинске выиграет у Пенны. То есть, сложно это представить. Мне Адам очень нравится. Очень нравится, как человек. Очень нравится, как борец. Мне нравится его игра. Такая олдскул. Очень, ну, очень такой приятный парень во всех отношениях. Ну, мне сложно представить, как он обыграет Филиппа Пенна. Ну, если бы он это сделал, это была бы сенсация, как думаешь? Грандиозная. Это просто он бы взлетел в рейтингах. У наших бойцов есть потенциально стать сенсацией, работая с Лигой ACP JJ? Огромная. Это, ну, не буду как-то лукать. Это единственная возможность. Когда Лига прислала мне контракт, стал вопрос, где я дебютирую. Меня рассматривали больше на Москву. Ну, я попросил поставить меня в Казахстан. За меня в Казахстане будут болеть просто невероятно. В Казахстане будет грандиозная поддержка, потому что Казахстан для войнахов – это вторая родина. И поверьте мне, там будет и громко, и там и зал забит будет, и казахи всем дадут прикурить. Завязываем. Ребята, большое всем спасибо за поддержку. Я не знал, что людям это интересно. В такой степени Алексей мне сообщил. Вот. И постараюсь показать яркую встречу. Постараюсь, чтобы это было интересно нашему сообществу, и не ударить лицом грязи. Всем спасибо, всем позитиво, всем мира и любви.